Здравствуйте, как же сказал Наталья Ивановна, основной человек подскажет она, а я касаюсь двух очень нежных систем, это почки и поджелудочная железа. И объясню, почему заболевания, касаемые данных органов, имеют особое значение, когда животные являются беременными, какие осложнения, какие сложности. И, собственно, какие непростые решения нужно принимать в этой слизи. Собственно, поговорим мы с вами про, как называемый, диабет беременных и пилонихрит беременных. Как я уже сказала, почки, они являются одним из самых нежных органов систем, да, мочеводительной системы, одно из самых нежных органов. Почему? Печень восстанавливается, кишечник, в принципе, довольно хорошо поддается лечению. Почки, если с ними что-то случается, они не восстанавливаются, их можно только поддерживать. Поэтому, чем раньше выявлено заболевание, да, чем раньше причина выяснена и чем раньше начата адекватная терапия, тем для животных, соответственно, лучше. Собственно, пилонихрит – это воспалительное заболевание собирательных систем почек. Чем отличается, чем оно сложнее, чем обычный нефрит, да, нефрит, он затрагивает весь орган. А пилонихрит – это локализация в собирательных системах, в чем его особенность. Он очень сложен для терапии, для окончательной терапии. То есть пилонихрит обычно перегревает в хроническую форму и постоянно рецидивирует, из-за чего очень сложный возбудитель вымыть из собирательных систем. То есть при пилонихритах очень долгая антибиотикотерапия, противораспалительные препараты, постоянная диагностика, постоянные повторные бакпосевы при определенных условиях. Я тоже все подробнее расскажу. Пилонихрит может быть острым и хроническим. Острым считается заболеванием, которое выявлено впервые и которое продолжается в коротком промежутке времени. В принципе, заболевание почек, да, в частности, пилонихрит острый, довольно легко дианонсирует. Почему? Это очень больно. То есть животное кричит, отказывается от еды. При пальпации почек они зачастую увеличены, крайне болезненные. То есть вплоть до того, что, когда мы делаем эту звуковую диагностику, да, я, чтобы не мучить животное, я делаю его в положении стоя, через спину. Да, что, в принципе, ну, с точки зрения именно проведения исследования немножко неправильно, но мне достаточно просто посмотреть на внешний орган, да, на внешний вид орган. Это через брюшную, через боковую, зачастую они просто не дают их вывести. Хроническое, пилонихрит хронический намного реже встречается. Почему? Если пилонихрит не начать лечить, он просто ведет к гибели почки и, соответственно, организма. То есть хроническое, в каком случае, может быть, либо животное сильное, да, сильное, большое, и оно каким-то образом подавило заболевание возбудителя. Либо возбудителя был недостаточный, либо что наиболее часто встречается, да, нафинтибиотикотерапию подавили, да, каким-то образом уменьшили количество возбудителя, но не добили до конца. И хронический пилонихрит, он очень часто рецидирует. И, учитывая, что уже какой-то спектр антибиотиков был, да, соответственно, к нему уже резистентность минимум за три месяца, нам приходится, соответственно, другой, другой семейственный антибиотиков применять и так далее, до тех пор, пока мы не исчерпаем свой лимит. Суперинфекция при именно пилонихритах, к сожалению, очень часто встречается. Поэтому данный заболевание, да, причем мы обратили внимание, чем раньше, чем полнее мы за него возьмемся, тем лучше прогнозов. Он может быть первичным, может быть вторичным. Немножко спорное утверждение, что только первичный пилонихрит, да. Вообще, откуда он берется. Об этом чуть подробнее на следующий слайд покажу. Инфекция в мочевом пузыре образуется, да. Дальше она зачастую по восходящей через мочеточники попадает в почки. Там бактериям, вирусам, иногда даже грибам вполне комфортно. Почему? Хорошее кровоснабжение, много питательных веществ. Их там особо никто не трогает. Потому что, чтобы какие-либо препараты попали именно в сатаратные системы, их должно быть, во-первых, большой уровень, высокий уровень, да. Они должны быть длительно, и они должны быть правильно подобраны. Вторичным считается пилонихрит, который возник вследствие гемотогенного заноса, что, допустим, крайне редко сразу скажу, да. Допустим, где-то есть абсцесс, гнойный абсцесс. Или, например, есть какая-то политравма. И оттуда возбудитель с кровотоком, да, либо реже с лимфой попадает уже, соответственно, в кровеносную систему почек, да, которые в большей степени фильтруют кровь организма, да, нежели печень, например. И, соответственно, уже кровотоком попадают в вероятные системы. И там возбудитель, мелко резущийся в мочевом пузыре, вполне себе тоже хорошо себя чувствует. И вторичный пилонихрит сложнее, но надо понимать, почему. Мы берем, допустим, блокбассивный мочевой пузырь, а там чисто. Мы берем каунтрольный, а там опять чисто. И по общепиническому анализу мочи мы, например, видим, ну, да, ликоциты повышены. Ну, да, цилиндры, например, да, тоже повышены. А коки, ну, а возбудитель на коки или палочные, допустим, показывают либо чисто, либо, допустим, на один крест. Такое сильное воспаление при возбудительнике. Мы всегда ищем полностью, смотрим животное, подробнейший анализ, когда, что, травма, не травма, чем лечили, что лечили. То есть, что касаемо почек, это нужно очень серьезно все воспринимать. Значит, подкаризация односторонней и двусторонней. Обычно, если биронефрит есть, но затрагивает обе почки, почему именно односторонней, да? Это уже касаемо как раз беременных животных. Когда плоды растут, да, мак увеличивается в размере и может пережать один из мочеточников. И, соответственно, допустим, возбудитель не очень сильный, и организм не справляется, но за счет того, что из одной почки оттоп будет хуже, там возбудитель, он будет лучше размножаться, и он оттуда не вымывается. И там получается очаг. И, соответственно, мы, грубо говоря, видим одну почку, ну, более-менее, и вторую с ярко выжженным воспалением. Собственно, откуда инфекция может появиться с самого мочевого пузыря, когда даже восходящий пойдет в почек, да? Как мы все знаем, да, что пиометр, да, эндометрит, цистит – это возбудитель, попавший в то место, где его априолить не должно. Например, когда, что касаемо, допустим, пиометра, да? Когда мы в течку делаем УЗИ, да, мы, ну, 90% видим циститные проявления. Толщина стенка, она гуглистая, может, даже какая-то здесь. Но если клинический признак именно цистита нет у животного, мы даже особо не акцентируем внимание, почему. Течка закончится, местный иммунитет восстановится, и организм сможет подарить того, кто там живет. Поскольку от животного к животному, от течки к течке мы это видим, мы, соответственно, можем делать такие выводы, что зачастую организм справляется. Попадает кто-то во время течки всегда. Да. Другое дело, может она здесь исправить или нет? Скажите, а вопрос. Так, подобное явление может наблюдаться во время обывку повязанной собаки, если не у пиометра. У меня у собаки пиометра на сроке, там, ну, 15 дней, да, в отвязке. И были явления в мочевом пузыре. Вот это. Это может быть? Да. Вследствие. То есть, что меня обуганули, давайте, молное обсыпание, там, с почками, а с другой стороны, а я не вижу пиометра. Крутарик, да, при любых воспалениях матки, ну, процентов 98, давай тогда, чтобы не 100%, мы всегда будем видеть какие-либо изменения на чем-то, и почему. У суки, да, идёт половой тракт и, грубо говоря, ответвление в мочевом пузыре. То есть, вся инфекция, которая есть вот в половой системе, более-неболее, она будет заноситься в мочевом пузыре. Это особенность, да, строения именно суки. Похоже, наверное, на что-то по-другому, там, другие барьеры есть. Вот. И поэтому, если речь идет о пиометре, да, очень часто мы видим различные циститы беременных животных, да, именно с точки зрения УЗИ. То есть, толщина, стенка, да. При этом, не могу сказать, что слишком сильные изменения мы вообще за числой наблюдаем. Ну, да, ну, десять, допустим, десять тысяч лейкоцидов. Но это не криминалов. Если нет клинических проявлений, а если, думаю, про пиометру, да, процентов, там, на девяносто будут какие-либо циститные явления. Ну, главное понять, кто. Сейчас, побольше расскажу. А это, соответственно, если мы говорим именно про суки. О, коберей, да, там, и всякие простатиты, адномопростаты, воспарения в семенниках, это тоже придет первый эффект, но сейчас просто говорят про беременных. Соответственно, если животное что-то беспокоит, да, я всегда советую. Вот пока у нас стечка, да, пока живот еще не повязан. Пока мы что-то видим, мы сдаем бак-посев. Да, почему? Сейчас есть технологии, которые позволяют бак-посев, готовятся, ну, пять-семь дней. Есть такие простехнологии. Они, в принципе, проверяемые в других лабораториях, они себя оправдывают. И пока мы на ранних этапах понимаем, кто там живет, да, во-первых, у нас есть, ну, иногда несколько дней до самой вязки, да, и, как мы говорим в блиншем лекциях, около 15-17 дней, пока опротворенные яйцекретки, да, ищут место прикрепления. Пока они еще не особо взаимосвязаны с кровотоком матери, пока они питаются вот этими жидкостями, да, мы можем оперировать антибиотиками. И в этот короткий период мы можем оперировать довольно-таки сильными антибиотиками, если речь идет о вопросе спасения именно матери, да. А тот же, например, пенцилин с головной кислотой, да, в семье самосифлах мы можем применять в любой, по большому счету, день беременности, опять-таки, да, если он чувствительный. Но для этого нужно знать, кто. Собственно, диагностика. Как я уже акцентрирую внимание, первое, что очень важно для клинициста, для любого подойдет вопрос именно, ну, особенно, да, про кончик, это подробности забора анализа, первичное заболевание или уже было, если было, что выявили, если вы являли, какие проявления, чем лечили, как давно. По последним данным, с резистентностью к антибиотикам все так страшно. То есть сейчас считается, что у людей достаточно около двух месяцев не применять антибиотики, у животных этот срок откладывается до трех месяцев. То есть почему? Любые бактерии, да, они эволюционируют. Бактерии, вирусы, все эволюционируют. И, к сожалению, они довольно-таки хорошо приспосабливаются к антибиотикам, проявляют резистентность и так далее. Почему суперинфекцию сложно лечить? Но те штаммы, которые являются резистентными, они потребляют колоссальное количество энергии. Им нужно больше питательных веществ, им нужно больше пространства. И, соответственно, если дать время без антибиотиков, да, без подпитки, они просто, как большие динозавры, сожрут сами себя. И их место, да, займут другие бактерии, но это будет превышено, которые опять будут чувствительны. Поэтому очень важно донести до врача, да, как давно и какие антибиотики применялись. То есть какие возможности есть у врача. Я с удовольствием всегда назначаю амаксиплан, и зачастую этого хватает. Ну, если адекватка не на 3 дня его, а на 2 недели. Вся адекватка. Но если по какой-то причине, да, некоторые клиенты говорят, не, ну что, доктор, мы ничего не давали, не давали. Начальник сплав, у меня работа основа совсем, то есть то, что чувствительность. Начинают опять спрашивать. Ну да, но на самом деле мы там давали символ в течение 3 дней, но вот он не помог, и раз не помог, зачем об этом говорить. А уже бактерии к нему устойчивы, и просто потеряли время. У него не хватает таких моментов. Дальше. Первое, что могут сдать все, это общий клинический анализ мочи. На самом деле он дает колоссальную пищу для клинициста. PH, да, то есть уровень кислотности и щелочности. Мы уже можем теоретически говорить, кто там. Какие-то бактерии, например, кишечная палочка. Так, банальная, живущая везде, но высевающаяся 98%. Она портит жизнь всем. И врачам, и пациентам, и владельцам. Избавиться от нее невозможно, но она вызывает такие заболевания. Она обожает щелочную слюду. То есть ей будет плохо, если моча будет кислая. Иногда гораздо лучше погибает в кислой мочи. Соответственно, на этом мы играем. Дальше. Плотность. Плотность, это уже относится к работе почек. То есть если объем адекватный. Если собака не отпивается, а плотность низкая, да, то есть разбавленная моча, мы уже на себя понимаем, ага, что-то едает с почкой, а почка не справляется. Почему? Никаких предполагающих факторов нет. Моча, соответственно. То же самое, уровень белка. Если кто-то будет произвести сам оценку белка, да, важно помнить, что в большинстве лабораторий тесты на белок проводятся в тест-полоске. И в тест-полоске белок считывают в виде лейкоцитов, элитроцитов, эпидерия. То есть это не истинный белок, да, в виде самих молекул, а это все, что содержит белок. То есть острый процесс, немножко неадекватно оценивать его уровень с точки зрения, что он повышал, а все, почки накрываются. Нет, это не так. Стабилизируем животное, после этого уже оценка. Основной, да, смотрим, какой осадок. Например, реперфосфаты у собак, да, конкретно, 97% это инфекция. У кожи это норма мочи. Ну, оксалаты это уже патология для всех видов. Соответственно, в идеале, в хороших лабораториях, если кого-то видят, пишут, допустим, палочки на 100 г. крестов, коки на 100 г. крестов. И уже исходя из того, кто найден, мы думаем, ага, что мы можем применить. Например, коки на 4 креста, палочки на 2 креста. Но я уже подумала, буду начать амоксиклант или футрофеналоном обращусь к себе. Нет, позволяет, да, организм, если он взрослый, если он не беременный и так далее. Вот. А если все по минимуму, всегда начинаем. Ну, опять-таки, если это рецидив, я всегда советую сразу стать бах-пассивом, чтобы не балансить с андбиотиками. Это, на самом деле, чревато. То есть, если буквально еще 3-4 года назад, когда нефрология только начинала развиваться, многие и врачи, да, и специалисты говорят, ну, давайте это, не помогло, давайте на это переключимся. И это не помогло. Ну, давайте расширим, давайте по антиметикам сразу назначим. То вот сейчас золотой спонтаркт, например, в Европе, даже при первичном заболевании цистита, почки, а так далее, сразу берут бах-пассив. Дальше идут инцеллины, пока он там готовится. И уже, когда он готов, мы видим, ага, угадали мы с антиметиком или не угадали. Если угадали, какая степень. Если 10 седьмой, но при этом бензин работает, мы понимаем, что 21 день и все нормально. А если минимальное количество, то можно обойтись и двумя неделями. То есть это тоже очень важно. И, в отличие от людей, у животных бах-пассив всегда берется черепушинным циститезом. Это золотой стандарт. Да, это страшно. Золотой стандарт для владельцев. Всегда мне задают вопросы, а как же разрыв мочевого пузыря и так далее. Мочевый пузырь очень эластичен. Безусловно, даже европейские специалисты дают 3% на осложнение в виде каких-то травм и разрывов. Но нужно же учитывать специфику каждого организма в отдельности. То есть, например, если я вижу, что гигантский мочевой пузырь или наполненный вследствие чего-то, закупорки и так далее. Если я понимаю, что я могу катеризировать это животное и спустить это животное, естественно, будет катеризировать. Но если я понимаю, что катендер не проходит, почвя кровоток уже не наблюдается, животное там в очень тяжелом состоянии, да, я пойду на риск. Я пойду на риск, я буду, естественно, ближе к шейке, чтобы минимизировать этот риск. Я буду сентезом делать. А это я к чему? Если живот здоровый, там не уточена стенка, у него ничего не перерастянут и так далее, риск минимален. Но при этом ни к другому вам посет просто не информателем. Потому что мы получим колоссальное количество злодистых сафилоколков, каких-нибудь стрепторов, которые банально живут просто на шерсти. И мы будем лечить то, чего нет. Соответственно, это тоже вряд ли прибавит здоровье нашим пациентам. И опять-таки мой любимый метод – УЗИ. Пилонефрит, к сожалению, ушла эта картиночка. Наверняка все, которые в жизни делали УЗИ, видели, как вылили почку, а что такое пилонефрит? Это когда середина почки светится ярко в белом. То есть это сильнейшее воспаление. Перепутать его с чем-то, ну, довольно-таки сложно. Так, теперь, собственно, да, что я обещала про беременных. Осложнение, сложность, с которым сталкиваемся, когда говорим про пилонефрит беременных, помимо того, что растущая матка, да, она может пережать мочиточник, помимо того, что в время беременности идет колоссальная нагрузка на почве. То есть это увеличение необходимости фильтрации. Это и увеличение давления. Это и различные токсины, которые, да, в какой-то момент, когда щенки начинают выделять. Мы беременность животного резко сужаем спектр антибиотиков, с которыми мы можем работать. То есть их буквально два-три семейства. Ну, именно без вреда для самих плодов. Если речь идет о том, что спасать мать и при этом можно уважать под потомством, да, тогда уже руки немножко развязываются. Но если и тех, и тех, то соответственно. Нужно взвесить все зайки против. И основной момент, красная сложность в чем? Как я уже говорил, бакбасей берется через брушину цесоцинтеза. Обычно животный кладется на спину. Анатомически, да, мочевый пузырь в довольно близкой в ручной стенке. Мы делаем прокол, забираем. А так у нас получается там матка. И то есть здесь получается выбор либо идти на риск. Потому что на риск по двум пунктам сразу. Риск, во-первых, повредить саму матку, да. И второй риск забрать материал из матки. Что там высеется? Это уже второй вопрос. И вряд ли это будет, ну не вряд ли, но в меньшей вероятности это будет то, что мы бы хотели знать. И, соответственно, второй риск, да, это именно то, что... Центест можно сделать, но делать боковой проекцией, да. И туда очень сложно попасть. Именно когда большая матка. Ну, это, пожалуй, основные сложности, с которыми можно сплотнуться. Связаны руки по теплотикам. Матка мешает визуализации. Плоды и растущая матка могут осложнить течение заболевания пилонефрита. И, соответственно, сложно взять бак в посеву. Ну, данные темные вопросы есть у вас? Скажите, то есть, в принципе, не имеет смысла по-другому сдавать мочу, да? Потому что мне сейчас вот щенку, что только не нашли, но они собирают как только на себя. Общий генический анализ мочи с самотоком. То есть, банальная гигиена каким-нибудь гелем половых органов, да, там, петлей, либо, ну, полового члена, да. И с самотоком от 10 миллилитров. Ключевой момент, да. Когда собираете мочу, хотя бы 10 миллилитров. И у вас есть час, ну, максимум, полтора. Доставить эту мочу на стол выбранка. Почему? Цилинды растворяются, выпадают сложные соли, связывается гликоза. Нет формативного моча через два часа во время попадания в внешнюю сферу. Чем быстрее? Чем быстрее? Ну, то есть, крепче стирать с пола? Вот, подставляем баночку. Мы в ужасе, там, а пришел анализ. А многие люди спрашивают, как собрать, допустим, мочу, правую мочу. Как собрать щеночком, да, либо берете презерватив для УЗИ, который без геля. Делаете пирочку и системой либо резиночек, либо ниточек, завязываясь, как штанишки, прикреплять полностью. Либо в человеческих аптеках есть, так называемый, набор для сбора мочи для мальчиков. Там он уже со штанишки идет. Но его нужно поискать. Сейчас напишу. А кто-то комбинезуру от файлика оболочек приведет, пришивая девять или собака. И правда девочка? Ну, девочка. Главное, чтобы было чисто. Главное, чтобы было чисто. Сумка повязана на 10-й день, у него кровяные выделения, то есть моча с кровью, на УЗИ, цистит и мочекаменная болезнь. Мы прописали синолог на 10 дней, лицинолог и лечебный корм. Насколько, суки, можно лечебный корм при беременности? Смотрите, на одной из предыдущих лекций мы уже говорили по поводу кормления цистом. По поводу кормления беременных, то есть я уже сказала, что была, например, собака, которая ела только капусту. Выносила всех и так далее. То есть если именно с точки зрения здоровья матери необходим лечебный форм, пусть его ест. Другой момент, что по УЗИ никогда нельзя ставить мочками в воде. Это диагноз, который ставится только после получения адекватного анализа мочи, что только адекватный анализ мочи, который собран после того, как ушла кровь. То есть мы назначаем спазмолитики, например, мы назначаем восстанавливающие препараты. Как только видимо кровь выходит, мы собираем мочу и смотрим. Очень важен PH. То есть, например, цистон, он закисляет мочок. А если моча и так, например, PH7, куда же его закисляет, а вот так живая кислота. И потом он защелачивает. Опять-таки очень важен кто. Если, допустим, трипельфосфаты, как я уже говорила, 97% это инфекции. Да. Тут антибиотики. Прям вот. достаточно зачастую. И, допустим, PH7. В данном случае, животному помогло закисление мочи. Спазмолитики. То есть, без повышения лейкоцидов мы не назначали антибиотики. Потому что организм сам справляется. То есть, там тот уровень воспалителя, который позволил организму сам без антибиотики справиться. Но нужно было только помочь. Чтобы животное само себя хорошо чувствовало. Мы помогли. Животное справилось. И, собственно, больше они с этим вопросом не обращались. То есть, цистит может всплывать, но периодически, да? Да. А мочекаменная болезнь – это очень опасная ситуация. Но, чтобы полностью посмотреть мочекаменную болезнь, нужно понять. Опять-таки, трипельфосфаты у собак пролечиваются и не являются мочекаменной болезнью. То есть, уходят инфекции, уходят и кристаллы. А вот если, например, аксаланты в калице, у собак – это уже мочекаменная болезнь. А цистины у собак – это мочекаменная болезнь. Но, допустим, цистины – они вызваны нарушением обмена веществ. Да? А вот с аксалантами – там тема гиотильная реакция. Но аксаланты – это кристаллы. Да, я говорю предпричина аксалатов. Насколько опасно обмена в собаке для щенков, для самой суки? Сам цистин или лечение? Ну, лечение для лодок и всего. Ну, смотрите. Сам цистин, как я уже сказала, да, он может чем-то это опасно. Помимо того, что на чак, да, он может повыскать, вот это уже опасно. Сам цистин, не влияющий на почки, да, с которым он не справится, но хотя бы сдерживает. Он сам по себе не особо опасен. Опасен на то, что это резервуар, из которого уже может пойти дальше воспаление и так далее. Само лечение, да, как я сказала, кенициллинный вариант, он допускается и разрешается беременному животному, маме, пищеночек и так далее. То есть, в принципе, все кенициллины главной кислотой это препараты выбора, препараты первого уровня. Другой вопрос, что вот, ну, лично, я по своей практике все равно с ней делаю. Я назначаю человеческий мосеклам. Вот не знаю, почему все равно с ней работают, мосеклам работает. Вот это лично моя практика, лично маме. Расскажите, я наблюдала на сухом корме внутрипельфосфата в моче. Ну, поскольку я человеческий аппарат, то своим собакам я делаю в любое время. И это правило. Именно на сухом корме моча защелачивается. Есть зависимость или нет? Да. Что такое трипельфосфат и вообще по своей сути, да? Это, по большому счету, соль и кальция. И если, например, у кошек они в норме, в моче, почему, да? У кошек нормально, что почки не до конца фильтруют соль и кальция, они попадают в мочу. Почему для кошек арахи важно много пить? Чтобы это все обмывалось. То есть, когда ставят мочеклам на болезнь именно по происхождению трипельфосфата для кошек, да? Почему первая экстрементация – это пить? Населиво поедать в фонтальчике, открывать краны. Обязательно убирать миску с водой от еды, да? Почему? У кошек еда созеркется с грязью. И они намного охотнее пьют, когда миска стоит в другом конце кухни, в коридоре, в другом комнате. То есть, ни одна кошка в дикой природе не будет есть свою жертву, да? На водопое. Она оттащит другую колес в джунгли. Почему? Вода – это жизнь. Труп – это трупный яд. Когда трупный яд отравляют водоем, все, его невозможно пить. То же самое. Тано-эгентический уровень отложился в памяти наших маленьких кошек, да? Кошки намного лучше пьют, когда миска с водой стоит вдалеке от еды. Это датазный факт. И то же самое у собак, да? Возможно, когда потребляют сухие корма, готовые корма, да? Возможно, там слишком высокий уровень кальция, который не нужен в таком количестве. И, соответственно, излишки выпадают в мочу. Суть триплифосфата. Но вот по… Есть такая организация – ARIS. Это международная организация, которая занимается именно проблемой почек, микрологическая. И вот они проверяли статистику, да? Ну, собственно, от чего я толкуюсь, да? И по их статистическим данным, то есть они проверяли, ну, не миллион, конечно, но несколько тысяч кошек. Ну, именно, и собак. Вот у собак триплифосфата в 97% случаев были именно в той или иной степени взаимосвязаны с каким-либо возбудителем. И когда этот возбудитель элиминировался с организма, да? Убирался. У 62, по-моему, 65% тех собак, у которых изначально был триплифосфат, да? И триплифосфата уходили. То есть сначала нужно исключить какой-либо возбудитель. Если он обнаруживается, то его пролечить. А уже если все, когда мы убрали, да, все другие, возможны причины. Тогда уже можно говорить о нарушениях операционной способности почек именно по калицу. Ну, по-моему. За счет оксалатов. У людей оксалаты не являются диагностически значимыми солями. И летом у нас у всех 95% народа с оксалатами. Да. Наши собаки едят растительную пищу. Вот буквально ложатся под яблони, кушают яблочки и так далее. Они при этом же должны быть. Они были как оксалаты в мочу. А, смотрите. То есть, например, ты пьешь оксалаты, они любят щелочной. Да, причем мы закисляем мочу, им сложнее. А оксалаты любят, наоборот, кислую мочу. Это считается... А оксалаты нейтральны? Ну, я люблю мочу. У собак. А. У собак, если мы видим баш, который кислотный, да, мы зачастую видим оксалаты. И одна из техник лечения оксалатного углетиаза у собак, именно терапевтического, да, это назначение препарата племарет, который защелачивает мочу. И иногда даже этого хватает для того, чтобы... Но! А. Ни один оксалатный камень, если он уже достать, да, он не должен уйти необследованным. Почему? Зачастую оксалаты нарастают сверху триплифосфат. То есть, когда коллаборант распиливает оксалатный камень, процентов, наверное, сорока он видит сердцевину из триплифосфата. Почему, например, так и наоборот? То есть, они как друг на друга наслаиваются. Оксалатный камень не дает успокоиться слизистой. Слизистая посылает гликоциты. Гликоциты обрепляют. На них наявляют следующий уровень триплифосфата. И вот так вот слоями оно все растет. То есть, мы убираем бактерии, растворяем триплифосфаты, а камень остается. Мы такие, что там делаем не так и так далее. Нужно достать этот камень, обследовать и, соответственно, уже делать выводы. И оксалатные камни считаются камнями нарушения обменных процессов. То есть, у людей это как... Иногда, так как разновидится много. Ну, по ним, к сожалению, не могу сказать. Это, естественно, нет. У собак можно только сдерживать. То есть, оксалатное, типа камень, именно промышленный корм, измерение ВАЖ, которое можно буквально полночек измерить, да, там, за несколько секунд. Поддержка ВАЖ и, соответственно, периодически либо вам посев, либо хотя бы смотреть, кофе-палочки есть или нет, чтобы, если они есть, соответственно, принять уже решение. Но зачастую это решение обменных процессов. Получается, тогда собакам не надо давать, разрешать. Вот как они у нас, знаете, подают на грядку, клубничку съели, яблочко съели, и они довольно приличное количество растительной пищи получают. Соответственно, соль из щавелевой кислоты в моче появится. Лучше в кисле. Если есть, то можно. Лучше не давать? Если есть, то можно. Лучше не давать, конечно. Да. Не давать в моче еще больше закислять. То есть, если человек не может как-то регулировать, то собака просто не понимает. Диабет – это очень широкое понятие. он может быть вызван нарушение работы гипофиса, нарушение работы напорчечников. Не, не знаю. Но в подавляющем большинстве случаев диабет вызывается, все-таки чисто по собак, да, нарушением именно в работе поджелудочной железы. То есть, если не углубляться в глубокую эндокринологию, да, и говорить русским языком, что желудочная железа перестает выделять инсулин, который в норме расщепляет глюкозу. Соответственно, уровень глюкоза резко повышается. Отсюда целый спект разнообразных патологий, которые тем сложнее, что мы сейчас будем говорить про сок и в том числе про беременных сок. Какова может быть причина? Избыточный вес, да, из-за чего у животных железе просто сложно выполнять свою функцию. Стресс. Поджелудочная железа, особенно у животных, она очень чувствительна к стрессу. Гормональные патологии, да, то есть нарушение работы щитовидной железе, да, в гипотике же я говорила, она костным образом влияет на поджелудочную и та перестает работать. Но самое неприятное, что половые гормоны, это же не первые гормоны, которые влияют на поджелудочную железу. Соответственно, к сожалению, первая рекомендация при лечении диабетных сок это стерилизация. И если мы говорим про диабет именно беременных сок, да, были исследования, были пробные терапевтические методы, да, с инсулином, введением инсулины, которые давали каковременно улучшение. Но, к сожалению, первая рекомендация при подтвержденном диабете беременных, это, к сожалению, стерилизация. Вместе с плотами. И если это именно диабет беременных, то после стерилизации он проходит. В отличие, например, от диабета осложненного или, например, не сахара, но это уже, опять-таки, отдельная тема. Как можно заподозрить, да, что у собаки что-то нельзя? В частности, как можно заподозрить, что у собаки диабет? Это чувство жажды. То есть лечить, ну, всем знакомо, да, съели много конфет, съели много торта, еще что-то, чтобы пить. Потому что уровень глюкозы, он требует выхода. Высокий уровень глюкозы – это патология взорвившая. Организм, да, пытаясь снизить этот уровень, он много пьет. Отчастие, как следствие, учащенное мочеиспускание. То есть моча светлая, она не успевает концентрироваться. Из-за большого поступления воды она просто, ну, промывает, да, почки и не успевает образовываться вторичная моча, собственно, которая должна быть. Вот. И косвенно высокий уровень мочи, он сам по себе стимулирует клетки мочевого пузыря на учащенном мочеиспускании. Ну, давай, вымыть. Потеря массы тела из-за того, что… Ну, желудочная железа, она же не может взять и перерабатывать топный сулин. Она вся выключается. Вот. Отсюда целый комплекс тех ферментов, да, которые она выделяет на переработки, ну, его просто нет. Эта пища банально не усваивается. И из-за того, что усиливается метаболизм, да, вследствие данной патологии, животное довольно-таки резко начинает худеть. Ухудшение зрения, в частности, это обусловие высокого уровня, опять-таки, глюкозы, а в частности, наиболее часто, патология – это катаракта. Ну, процентов 70, по-моему, говорят для офтальмологи, что они ассоциируют катаракты именно с тем или иным проявлением диабета. Вот. И, соответственно, катарактологические изобревания мочеводействий системы. Почему? Глюкоза – идеальная среда для роста всего. Сладко, питательно. Почему бы не расти? Отсюда просто. То есть, даже если кто-то там был в том уровне, что организм справлялся, на фоне подпитки оно дает хороший рост. Сбор анамнеза – да, это наше всё. Было – не было, а по последним данным, да, диабет считается последствием патологии. То есть, если у сутки, да, или у бабушки, да, щенков, да, или данного помёта был диабет, то очень рекомендано, что диабет будет и у данного помёта. А, ну, ещё одна из верновидностей, одна из причин диабета – это аутоимонные процессы. А как ролик? То есть, мы должны убедиться в том, что данные клинические проявления, они не связаны, например, с каким-то септическими процессами, да. То есть, я имею в виду, что уровень лейкоцитов – в норме, уровень красных фракций – в норме. То есть, при диабете не такая яркая картина именно клинического, именно размещения клинических показателей. Но биохимия крови, да, в первую очередь, мы видим высокий уровень глюкозы. То есть, повод насторожиться именно для собак. То есть, кошки очень легко дают шестнадцатый пероединиз, я лично видела, чисто на стрессе. Успокоилась, перебрали буквально часов через пять, когда успокоилась – семь с копейками. Вот. Собаки имеют подвижность стрессу, и для собак уровень, на котором нужно насторожиться – это одиннадцать. Одиннадцать, но, соответственно, выше. Причем, по правилам, нужно мерить не только из венозных крови, но еще и из периферической. Обычно при каких-то подозрениях перемеляют из капиллярной обычно без ушка. Почему? Венозная кровь быстро уровень повышается, быстро уровень снижается. А в капиллярной – это крови, уровень, например, тоже глюкозы, он более-менее стабильный, несмотря на истинный кровь, грубо говоря. И если мы, ну, соответственно, там, АЛТ, эстетия, то, что остальное печень будет повышено и так далее – это уже вторично. Если мы подозреваем, да, какие-либо диабетические, в обязательном порядке общий клинический анализ мочи. Почему? В норме. В глюкозах мочи быть не должно. Порщики должны полностью цифровать. И, опять-таки, да, под данным АЛИС, уровень, барьерный уровень глюкозы для собак в моче – 20. То есть все, что выше 20 в крови, попадает в мочу. Если мы в моче имеем глюкозу, соответственно, мы уже можем говорить о каких-либо диабетических проявлениях. Ну, буквально вкратце. Диабет может быть инсулин-зависимым, инсулин-независимым. И отдельно диабет беременных, которые, за исключением буквально двух-трех попыток, да, они поддаются лечению. То есть, если инсулин-зависимый, он может контролировать инсулином. Так все. Инъекции, потом таблетки, кому что выше под кожей. Инсулин-независимый там, опять-таки, на отдельную лекцию, да, схемы лечения. То диабет беременных он ищет из стерилизации. И обычно этого бывает достаточно. Вопрос. Человеческий инфометр можно пометить? А можно ищет его работать. То есть, именно сама техника определения глюкозы, она от человека никак не отличается. Там только уровень для значения. Вопрос. Вредь лечится стерилизацией. Потому что слишком великая вероятность гибели животного в процессе беременности или великая граница, там, сколько передастся медленность? Нет. Стерилизуется именно потому, что прогестерон, который высокий в течение всей беременности, он влияет на созернущенную железу. И пока прогестерон высокий, она никак не успокоится, она никак не сможет остановиться. Если животное доживет, дать родителей? Если животное доживет, дать родителей. Я спрашиваю, риск гибели, гибели. Поскольку диабет беременных редко купируется инсулином, соответственно, это хронический диабет. При хроническом диабете животное впадает в кому буквально через несколько дней, если никак не лечить. Поэтому если, например, осталось 3-4 дня, это другой вопрос. Она обычно развивается где-то через месяц. А почему нельзя довести всю беременность на инсулине? Она не купируется. А платы нормально развиваются при диабете? Они развиваются нормально. Если, например, диабет проявился 3-4 дня осталось до родов, и они рождаются, потом мать стерилизуют и так далее. Патологии именно с точки зрения внешнего вида, какие-то волос, такого нет. Но очень высокий риск, что данные щенки будут с диабетом. Да, выручены. А если не стерилизовать, а просто не видно? Он будет обостряться во время постптичь на берем, когда высокий уровень прегистрона. То есть уровень прегистрона высокий всегда до того метра, когда они технически должны родиться. Вот не овязки, а в 63 дня. И, соответственно, пока высокий уровень любых гормонов, в данном случае прегистрона, желудочная жена никак не может исправить. И она будет постоянно в таком подавленном состоянии. Значит, получается, он не столько диабет беременностей, сколько он как-то по-другому должен. Потому что он может проявиться не то во время беременности, но и во время беременности. Это называется генетационный диабет, поэтому я не могу всего-то вкратце. Поэтому это одна из разновидностей, да, генетационный диабет. Вопросы еще есть? Спасибо за внимание.